Всем привет, с вами Александр Птичкин, автор канала Видеорока по мультипликации. У меня на форуме появился интересный вопрос, и я решил сделать на него видеоурок, потому что вопрос, как я вижу, в инете распространен. Так вот, у нас есть растровый персонаж. Как сделать так, чтобы рука у растрового персонажа, по правилам, она находится сзади, чтобы контуров ее не было видно. Но нам нужно сделать так, чтобы эту руку было видно на фоне тела, когда персонаж руку заносит сюда. Ну вот, ваш обычный персонаж, с ним происходит что-то такое. Если мы руку перенесем слоем выше, то она будет всегда выше. А вот, что у нас должно получиться. Рука и за телом, и ее видно и на фоне тела. То же самое с головой, да. Рука также за телом, голова находится перед телом, но при этом человек у нас машет, и руку видно. Ну что ж, переходим к уроку. Итак, открываем проект с вашим персонажем. Вот наш персонаж открылся, мы с ним всегда работаем, он получился такой функциональный. Итак, как вы видите, у него все те же самые проблемы, которые мы будем решать. Окей, для начала нам нужно определиться, на каких областях мы должны видеть руки. Это область тела, живота и область головы. Окей, переходим в нулевой кадр, и мы опять будем с вами работать с масками. Итак, создаем векторный слой. Называем его маской. Перетаскиваем этот слой в костяной. Пусть он лежит сам внизу. Не принципиально, в каком месте он будет лежать, потому что потом мы с вами все равно будем настраивать. Итак, давайте нарисуем маску. Выбираем векторный слой, инструмент ручного рисования и рисуем. Пока я рисую такую грубую прикидку. Почему? Потому что когда мы соберем персонажа и увидим, где руки, тогда мы и поймем, какой формы должна быть у нас маска. А пока поставим побольше точек и нарисуем ручную. Итак, то же самое на области с головой. Создаем еще один векторный слой. Смотрите, этот векторный слой сразу расположился у нас в костяном. Почему? Потому что когда мы его создавали, мы выбрали какой-то из слоев. Когда мы выбираем какой-то из слоев и создаем, этот слой оказывается слоем выше. Очень удобно, не надо ничего перетаскивать. Итак, называем его Маск 2. Окей. Выбираем также инструмент ручного рисования и рисуем по контуру головы окружность. Я также рисую с помощью ручного инструмента, чтобы на всякий случай у меня была возможность потом эти точки сдвинуть и санимировать. А если мы нарисуем из стандартных окружностей, там всего 4 точки вектора и вряд ли ими что-то можно регулировать. Окей. Ставлю последнюю точку, нажимаю пробел, потому что у меня автосварка отключена и у меня автосварка. Итак, мы нарисовали две маски. Эти маски собой представляют обычные слои. Я сейчас отключаю тело и вот видите, здесь такая белая область и там по форме головы. Окей. Перехожу в первый кадр и как вы видите, у меня персонаж собрался с новыми слоями. Почему? Потому что кости все равно захватывают эти слои, так как эти слои расположены на костяных. Ну что ж, теперь давайте создадим руки, которые мы должны видеть. Итак, вот наша первая рука. Это будет правая. Создаем ее дубликат. И давайте, чтобы не запутаться, назовем три точки, например, маска. Чтобы видно было, что эта рука относится к маске. Итак, эта рука должна располагаться выше тела. То есть, как мы договорились, ее должно быть видно. Окей. Находим слой с телом и располагаем слоем выше. Расположили. Итак, вот эта рука. Давайте вообще ей дадим название 4, а то почему-то у меня название одинаковое. Окей. Создаем ее дубликат и также называем 4.mask. Чтобы можно было понять, какой слой и куда. Мы решили, что эту руку будем видеть над головой. Поэтому переносим над слоем с головой. Окей. Теперь нам нужно поставить угловые ограничения на кости. Выбираем костяной слой. И смотрите. Когда мы будем двигать эту руку, мы не должны видеть вот эту вот область. Она должна как бы быть за телом. Ну, потому что у нас есть ограничения. То же самое с этой рукой. Дальше вот этого угла для этой кости тоже не стоит двигать. Ну, потому что руки так у живого персонажа тоже не двигаются. Поэтому и с вектором сделаем то же самое. У нас всегда есть какие-то ограничения на постановку персонажей. Поэтому давайте поставим угловые ограничения на движение вот этих двух костей. Для этого встаем на костяной слой. Выбираем инструмент выбора костей. Выбираем эту кость. Жмем сюда. Но перед этим давайте немного откатимся. А то у нас вылезает панелька и мешает нам смотреть на ограничения. Ставим в этом чекбоксе галочку. И здесь ставим пока минус 200 и минус 100. Потому что это другая рука. Итак, вот у нас появились такие ограничения. Такие ограничения на движение кости. Сейчас посмотрим, угадали мы с углами или нет. Да, с этим углом все четко. Пусть здесь даже небольшой только промежуток будет. Ну и здесь. Окей. Эта рука, главное, дальше на эту область не залезет. А то же самое с этой рукой. Эта рука нежелательно, чтобы она двигалась, ну, где-то выше вот этого. И так же нежелательно, чтобы эта рука заходила вот за эту область. Окей. Выбираем эту кость. Ставим ограничения. И вот у нас там появились два маркера. Я пока не очень четко вижу второй маркер. Давайте посмотрим, где он. А, второй маркер сразу появился по нужному нам углу. Окей. Тогда нам нужно поставить всего один маркер. Итак, какой это был-то. Это не он. Не угадали. Итак, вот этот маркер, ему, наверное, нужно поставить минус 50. Даже, наверное, еще поменьше. Ну вот, такие ограничения мы поставили. Персонаж будет нормально махать рукой. При этом дальше у нас рука не пойдет. То же самое здесь. Здесь мы с вами потом еще донастроим. Посмотрим по форме маски. Итак. Давайте создавать саму структуру. Кстати, сразу расположим эти руки. Так как нам нужно, чтобы было видно. Итак, задаем структуру. Два раза нажимаем на костяном слое. Маска, Heidel, скрыт все. По умолчанию в программе создается маска. Маска является самый нижний слой. Только один. Значение маски задается только одному слою. Мы сейчас это с вами справим. Итак, для начала нам нужно определиться, на какие слои не влияет маска. Маска не должна влиять ни на один слой, который мы делали, кроме тех, которые подписаны для маски и кроме самих масок. Поэтому заходим в каждый слой, у него появляется пункт маска и ставим не маскируйте этот слой. И вот у нас появились косички. Давайте откатимся, чтобы было видно процесс появления персонажа. Второй хвостик. Левый глаз. Итак, для этого слоя мы ничего ставить не будем. Смотрите. А у него по умолчанию стоит маскировать этот слой. Да, для этого мы его и создавали. Поэтому его оставляем в покое. Голову тоже мы не маскируем. И в этот слой мы тоже не сходим, потому что там уже все по умолчанию стоит. Тело. Тело также не надо маскировать. Очень жаль, что в этой программе нельзя выбрать сразу все слои и не назначить им какие-то значения. Ну что ж, для слоев мы все настроили. Заходим сначала в нижнюю маску. Итак, смотрите. Как я и говорил, по умолчанию самый нижний слой является маской. Но мы в этом чекбоксе видим почему-то маскировать этот слой. На самом деле программа ошибается. Она должна по умолчанию ставить в этом чекбоксе галочку. Но на самом деле это никак не влияет на работу программы, потому что мы здесь все адекватно видим. Итак, это чтобы вы просто понимали, что на самом деле происходит. В этом чекбоксе она должна ставить по умолчанию в самом нижнем слое. Но мы должны сделать так, чтобы эту маску не было видно. Зачем нам видеть белый слой? Поэтому мы ставим добавить к маске, но сделать невидимым. И нажимаем ОК. Итак, то же самое с этим слоем. Вот у нас маска. Два раза на нее нажимаем и также ставим добавить к маске. То есть мы принудительно к маске добавляем второй слой и говорим, что его не видим. Мы можем к маске добавить любой из этих слоев. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас все получилось. Накатываемся немного на персонажа. И вот у нас немного косяк маски. Ее нужно немного подровнять. Ставим руку в нужной нам позиции. Выбираем первую маску и ровняем. И вот в этом и заключается плюс того, что мы рисовали много точек. Потому что непонятно, сколько нам понадобится. Вот так вот. Теперь эту руку четко видно. Давайте посмотрим, что за второй рукой. Итак, вторая рука. Вторая рука тоже все отлично. Ее видно на фоне головы. Она не двигается дальше, чем не надо. И смотрите, давайте я добавим немного угла вниз. Выбираем ее. И поставим здесь, например, 90. И вот у нас рука наезжает, но при этом ее не видно. То есть тоже все отлично. Если у вас здесь почему-то проявилась рука, также выбираете маску. Так, это у нас первая маска. И делаете ее форму нужную вам, да. То есть здесь, чтобы мы руку не видели, мы делаем вот таким вот образом. Если же в какой-то момент мультфильма мы хотим проявить здесь руку, все отлично, мы просто берем и наводим. Так, случайно за все схватился. Просто ставим размер маски под нужный нам слой, да. Под ту область, которую мы должны зачем-то увидеть. Например, если здесь у персонажа стол, то на столе мы эту часть руки, например, увидим, да. Окей. Давайте вернем маску в нормальное положение. Итак, на этом я завершаю этот урок. Я надеюсь, у тебя все получилось. Я ответил на твой вопрос. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте вопросы, если что-то было непонятным. И до встречи в новых уроках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok